Весна 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 Наконец-то совершилось долгожданное событие этой весны. Вчера в прямом эфире канала НВК Саха мы разыгрывали призы весеннего телемарафона. И сейчас я бегу навстречу к нашему, одному из участников этого телемарафона, которого спешу с радостью, конечно, поздравить. Здравствуйте, Елия Пименова. Мы поздравляем вас с победой, с выигрышем. Вы выиграли баню под ключище. Поздравляем с весной. Это, конечно же, цветы для вас. Вот какие у вас первые впечатления вообще сложились? Вы выиграли. Как вы вообще узнали? Смотрели прямой эфир, либо вам кто-то позвонил? Ну, вообще мы смотрели рекламу и все думали, нужно съездить, нужно съездить, поучаствовать в розыгрыше. Почему бы и нет? В итоге собрались, стояли очень долго в очереди. Людей много было. Но ничего, отстояли. И в итоге вечером позвонили и сказали, что выиграли баню. Но вы не смотрели прямой эфир? Нет, я не смотрела прямой эфир. Ну, вот вы собрались, все-таки решили поучаствовать, отстояли такую длинную очередь, надеялись на что-то, что вообще хотели выиграть? Какие-то планы были, какие-то призы? Я туда вообще ехала за баней или выиграть с рук на дом. То есть, в принципе, мечты ваши были, да? Да. А можно сказать, что вы фартовый человек? А раньше вообще без лоб? Нет, вообще никогда. Вообще никогда. Наверняка, вот сразу после розыгрыша, который вот прошел, вам позвонили, вы начали обзванивать своих родных, близких, хотели поделиться вот для вас хорошей новостью. И как родственники это приняли? Не подумали, что вы их пытаетесь разыграть с первого апреля? Да, вот кому бы я ни звонила в этот вечер, да, обзванивала всех родственников, знакомых, все думали, что я разыгрываю. Так как первое апреля, шутки туда-сюда. Ну, я сказала, что в понедельник будут выдавать сертификаты и тогда увидите. Ну, вот. Ну, вот у нас как раз в гостях спонсор рядом с вами на нашем проспекте весной сидит. Мы представляем Ольгу Крылову, коммерческого директора САХ «Грандстрой». Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. С Евгением мы познакомились уже. Вот помимо бань, чем ваша компания еще занимается, что еще производит Киевая? Вообще профиль нашей компании мы строительная компания. Мы занимаемся строительством жилых домов, малоэтажное строительство, социальные объекты, отельные там и так далее. А вот из какого материала сейчас более, наверное, экономично, может быть, современно строить бани? Какой она должна быть? Размер ее? Вообще, как таковой, нету такого, что именно из этого материала нужно поставить баню, и она будет у вас классная, да? Все зависит индивидуально от пожеланий заказчика. То есть тот же материал, из которого будут стены внешние, да, внутренняя отделка и так далее. То есть это все зависит от пожеланий заказчика. Хорошо. Юля, вот такой вопрос. Вы уже не знаете, куда будете баню ставить? Есть место? Ну, мы пока планируем. Вообще мы, в принципе, летом собирались строить новую баню, так как у нас уже старенькая. Тут уже и строить не нужно будет. Место найдем обязательно там, поставим. Ну, то есть, получается, место уже есть, осталось только старую баню убрать, поставить новую. Ну, само собой, вопрос отпадает такой, любите ли вы ходить в баню. Если у вас бани есть, значит, любите ходить в баню. И, Ольга, может, откройте секрет хорошей бани вообще? Ну, вообще, при любом строительстве следует учитывать, конечно же, местоположение, то есть грунт, рельеф, под которым будет находиться баня, да, также направление ветра. Ну, что еще? По парной можно сказать, что обязательно, как бы, в первую очередь это безопасность. То есть, печка должна быть устроена таким образом, чтобы люди, зашедшие в парную, не могли обшечься. Спасибо большое, дорогие гости. Поздравляю вас еще раз весной. Спасибо за то, что приняли участие в нашем весеннем проекте. Ну, что ж, дорогие телезрители, рано или поздно перед многими из нас встает такой вопрос о покупке квартиры. И каждый, вернее, не каждый может приобрести квартиру сразу же, а им речь может зайти об ипотеке как раз-таки на рынке нашем недвижимости. Есть такие люди, которые могут вам и рассказать все об ипотеке, помочь вам в помощи и оказать, само собой, риэлторские услуги. Я рад приветствовать наших гостей. Добрый день. Спасибо, что пришли. Присаживайтесь. Я представляю наших гостей. Это Юрий Валерьевич Молтугуев, директор федеральной риэлторской компании «Этажи» и Юрий Юристанович Слепцов, ипотечный брокер. Юрий Валерьевич, ну, какие особенности вашей компании, какие услуги вы вообще оказываете гражданам в риэлторском фигменте? Очень коротко о компании. Компания существует уже 16 лет. Микрофон повыше чуть-чуть. Компания существует уже 16 лет и представлена в 67 городах России, Прибалтика, Беларусь и Казахстан. В настоящее время планируются выход на европейские страны, уже на дальние зарубежья. Зародилась компания в Тюмени, это сердце Сибири. И я считаю, что это одно из преимуществ этой компании, потому что она рассчитана не на высокобюджетные московские квартиры, а на жилье, которое нужно нам. Доступное жилье. Да. Гражданам всей остальной России. Значит, в чем особенности? Очень, скажем так, понятно, что есть особенности для сотрудников, которые работают внутри компании. И, пользуясь случаем, я приглашаю в нашу фирму всех инициативных и желающих заработать людей. А, значит, что же касается покупателей, значит, мы предоставляем очень понятную, прозрачную схему сотрудничества. У нас нет скрытых комиссий, скажем так, ну, не секрет, что в риелторском бизнесе есть, иногда бывают такие вещи, что давайте накинем еще 100 тысяч, а потом поделим, да, ну, возможно, об этом слышали. Нет, у нас прозрачное, значит, ценообразование и очень большая товарная полка. Вот я вчера буквально листал ваш сайт, открыл соцсети, достаточно доступный сайт, и первое, что мне сразу бросилось в глаза, это бесплатная помощь. Вот, что помимо еще этого можно на сайте, какую информацию полезную нужно найти? На самом деле, надо зайти туда, и, значит, вы, я уверен, вас будете десертить его достаточно долго, и вам все понравится. Но самое главное достоинство, я повторяю, это о каждом объекте мы рассказываем максимально подробно и даем очень качественное описание фотографии. У нас профессиональные фотографы, которые едут на объект, вплоть до того, что убираются там, да, значит, делают снимки. То есть мы выкладываем как можно более привлекательно, как можно более профессионально упаковываем то, что мы продаем. По сути, компания «Этажи» – это супермаркет недвижимости. Риэлторский бизнес, он может быть, знаете, таким, как риэлтор может быть охотником-одиночкой. Есть квартира, которую нужно продать, и он и ходит, и ищет покупателя. Либо наоборот есть покупатель, и, скажем так, риэлтор работает только с ним, да. У нас более широкий охват, мы стараемся давать как можно больше предложений и как можно больше сервис, оказывать как можно больше профессиональных услуг. Что же касается бесплатной помощи, да, действительно, у нас юридическая помощь, естественно, она бесплатная, потому что это очень-очень важно. По статистике из 300 сделок одна может быть очень опасной, да. Мы проверяем, у нас многоступенчатая проверка на аресты, на залог, на запрет. И мы подбираем, об этом скажет мой коллега Юрий Юристанович, очень широкую линейку ипотечных предложений. Да, вот как раз-таки по ипотеке давайте к Юрию Юристановичу. Юрий Юристанович, вот вы помогаете гражданам, то есть облегчаете их работу, им не нужно бегать с банка в банк. Вот расскажите, чьи интересы вы представляете, какой взнос вообще сейчас. Ну, самые актуальные вопросы, с которыми к вам обращаются граждане. Ну, несомненно, приобретение жилья является одной из самых важных и важных задач для любого горожанина, получается. Как ипотечный брокер я представляю интересы именно своих клиентов в выборе самого подходящего, самого выгодного предложения на рынке ипотечного кредитования. Ну, вот далеко не секрет, специалисты говорят, что, казалось бы, какие-то полпроцента в ипотеке это, ну, подумаешь, всего лишь полпроцента, да, ведь ипотека это 20 лет, 30 лет, это от 200 до полумиллиона денег на самом деле. Вот важно ли это, вот какой взнос нужно, вот как все-таки найти золотую середину, вот выбрать того самого? Да, конечно. Наша компания, в принципе, сотрудничает со всеми банками, ведущими банками нашего города, и на рынке России свыше 13 банков предоставляют федеральную скидку по процентам именно для наших клиентов. А вот по поводу, если страховки в двух словах буквально важно вообще оформлять страховку при ипотеке или не важно? Или это лишние затраты все-таки? Страхование, ипотечное страхование заключается в основном в три варианта. Страхование жилья, страхование жизни и трудоспособности самого человека и титульное страхование. Страхование жилья, оно идет в обязательном порядке согласно федеральному закону о ипотеке. Страхование жизни, в принципе, оно не обязательное, но крайне желательное, потому что это дополнительная гарантия защиты на будущее. Как раз таки гарантия защиты, гарантия безопасной сделки, это лозунг вашей компании, у меня как раз сейчас в руках сертификат есть. О чем как раз таки сертификат? Если можно, я дополню своего коллегу. Я бы хотел объяснить смысл работы ипотечного брокера доступным языком. Я как обыватель, придя нашу компанию, если бы я был ее клиентом, я приношу один пакет документов, отдаю ипотечному брокеру, и он уже делает заявку. Да, 10-15 банков, и от каждого банка мы имеем предложение. Это просто экономия времени, денег и прочих ресурсов. Что касается... Вот, кстати, самое выгодное предложение на ярмарке, которая в марте прошла. Да, в конце марта была ярмарка, мы первый раз участвовали в подобном мероприятии, и к моему огромному счастью мы вырвали одну из самых значимых побед, это номинация, самое выгодное предложение на рынке города Якутска, ну в рамках, конечно, ярмарки. Если говорить о сертификате, то, значит, он дает право после заключения с нами сделки на год бесплатного обслуживания, ну в рамках этой сделки. Если появляются какие-то проблемы, наша юридическая служба подключается и решает все вопросы. Спасибо большое, Юрий, за то, что пришли, поделились такой информацией, дорогие телезрители. После рекламы мы обсудим все о недвижимости, но с другого ракурса, пока реклама, далеко не уходите. Всем приятного настроения. Добрый день, мы возвращаемся на наш проспект, где по-прежнему тепло, светло, где сидят влюбленные парочки, но сегодня мы говорим о недвижимости, о правах на недвижимость, и, конечно же, о чистоте сделок с недвижимостью. Но сейчас я предлагаю уйти на коротенький сюжет, посвященный наследству, после чего мы обязательно вернемся в студию и обсудим тему недвижимости. Допустим, человек не знает о том, что у него есть наследство. Через 6 месяцев звонит нотариус и сообщает ему об этом. По закону, в течение полугода нотариус должен принять меру уведомить об открытии наследства. Но что делать, если этого не произошло? В принципе, если он не знает, он может обратиться в компетентный суд и должен доказать, что у него были веские причины, что он не знал о случившемся, и может через суд восстановить право требования имущества. Существуют такие факторы, он не подал заявление о принятии наследства, но он живет в квартире, в которой он проживал, он несет бремя содержания имущества. То есть он считается даже без обращения к нотариусу автоматически принявшим наследство. Если он оплатил долги, нес бремя содержания имущества. Таким образом, в принципе, существует два пути – это обратиться к нотариусу или, в принципе, автоматически принять наследство, то есть бремя содержания имущества или других обязательств, то есть исполнять в соответствии с волей и законом. Например, умерший завещал свою квартиру, но документы на недвижимость находятся у другого родственника, который не включен в наследство. И он просто из вредности или зависти не отдает полноправному наследнику документы. Что делать в таком случае? Сейчас нет необходимости истребовать какие-то документы, потому что государственный реестр прав ведется в электронной форме. И на основании этого свидетельства, который выдает нотариус, органы Росреестра осуществляют государственную регистрацию перехода права на недвижимое имущество в соответствии с законодательством. Получается, не обязательно требовать у другого родственника эти документы, так как они уже есть в электронном виде в самом Росреестре. И после регистрации наследства они теряют своей юридической силы и становятся просто бумажками. Тот родственник не сможет ничего сделать, ни продать, ни сдать в аренду. Листая газету, я понял, что на рынке недвижимости, риэлторских услуги оказывают очень многие компании. Но как выбрать ту, которая необходима? Конечно, это должна быть компания с именем, которая имеет очень большой опыт. И мне кажется, я нашел свой выбор и сделал его, которая находится по адресу город Якутск, Октябрьская. Один осталось только найти, где же находится этот адрес. Извините, вы не знаете, где находится Октябрьская 1? Да, именно, это мы, Октябрьская 1, на противорегистрационной палате. Как раз таки я к вам, да, Олег Семенович Пермяков, генеральный директор ООО дизелоперской компании «Недвижимость» в Якутске. В чем сложность процедуры оформления недвижимости? Ну, тут незнающего человека возникает множество вопросов. Например, вот с чего начать, какие документы у продавца спрашивать. И, наконец, когда передавать накопленные свои деньги, пока первому знакомому, как бы, в прямом смысле. Ну да, так и получается. А вот какие нюансы еще существуют, тонкости? Вот наверняка ваш опыт имеет очень колоссальное значение. Вот сколько лет вы уже работаете на рынке? Мы уже более 10 лет оформлением делок занимаемся. И, ну, я бы посоветовал, чтобы обратить внимание, в первую очередь, на то, чтобы продавец был желательно собственником. Или нотариально заверен, ну, доверенностью человеком, который там имеет полномочия продавать от имени собственника и получать денежные средства. Ну, вот вы как раз находитесь по адресу Октябрьская, 1, офис 1. Да. Плюсы есть какие-то расположения вашего вообще? Ну, расположения очень удобные, так как мы находимся как раз напротив регистрационной палаты, через дорогу, в прямом смысле. Это институт везде всех проблем севера. Первый этаж, первый кабинет сразу можно найти. И, ну, удобно тем, что туда всегда бегать не надо. Если что, например, обычно бывает договор, заключили люди и в последний момент решили внести какие-то изменения. И сразу тогда... Опять нужно бежать куда-то, риэлтор находится далеко, а вы через дорогу. И к нам сразу звонят, мы готовимся, пару минут, и можно дальше обрегистрировать. Ну, сейчас очень популярно, наверное, становится, к сожалению, популярно становится такой факт о том, что можно попасть на залоговую квартиру. Ну, как все-таки застраховать себя, вот от такой ситуации не попасть? Ну, самое верное, это получить с регистрационной палаты выписку, и там сразу будет видно, отсутствует обременение, или все-таки она находится от залоги. Ну, помимо залога еще есть арест. Обычно это судебные приставы ставят запреты тоже. Например, какие-то собственники бывшие, когда судятся, допреты ставят, чтобы вдруг не убежал, продав такого, что не было. А вот что еще, помимо того, что вы перечислили, входит в процедуру как раз-таки проверки чистоты квартиры? Ну, мы еще смотрим на количество прописанных, и кто именно является собственником. Бывает не один собственник, бывают несовершеннолетние, недееспособные. Эти моменты тоже обязательно надо учесть, так как просто так продать от имени недееспособного квартиру не получается. Ну, вот у вас очень большой опыт в этой сфере. Наверняка нас смотрят сейчас матери, которых интересует вопрос, как же можно использовать свой сертификат материнский. Также еще предоставляются же государственные субсидии. Да, вот хорошо, государство помогает вот таким образом людям. И вот если люди получили материнский сертификат, ну, семья, да, они хотят уже его использовать. Но некоторые, оказывается, не знают, что такой сертификат можно использовать при покупке квартиры, например, от продавца, если ребенку более трех лет. И если, ну, регистрационная палата может допустить регистрацию договора, ну, перевести на детей сразу. А пенсионная отказывает, так как по закону более трех лет нужно быть. И приходится им расторгать договор. И такие все сделки мы оформляем. И заранее, чтобы не допутаться в таких ситуациях, лучше к нам обратиться. Телефон 717-558. Почитать все бесплатные. Хорошо. А вот как раз я вот в газете прочитал о том, что вы занимаетесь оформлением как раз-таки долей. Детям, которые доличи, их еще не определены. Это о чем вообще речь? Да. Ну, например, вот люди приобрели квартиры все-таки по ипотеке. Ну, например, вот есть еще один такой момент, что материнский сертификат можно использовать на погашение ипотеки. Таким образом погасить ипотеку, но и снять обременение. Но тут они сталкиваются с тем, что они материально обязываются, что будут потом далее детей включать в долю. Или, например, все-таки купили или построили дом, но детей еще не включили в долю. В таком случае мы делаем определение долей, ну, дарение долей детям таким образом, исполнение обязательства, которое они на себя взяли. Ну, вот те люди, которые не в первый раз покупают недвижимость, я думаю, они уже все тонкости. Ну, если не все, то примерно какие-то основы знают. А тот, кто в первый раз все-таки приобретает квартиру, вот на что ему в первую очередь стоит обратить внимание. Вот резюмеры, то, что мы уже о чем поговорили. Ну, плюс еще, ну, в основном люди смотрят на цену, на самом деле цена это еще не самое главное. И на расположение дома, тип дома надо смотреть, и дворовые территории, соседи какие, вот соседи можно определить просто, вот, например, сразу состояние подъезда говорит о будущих соседях. А хотя ситуация бывает абсолютно разная, вот в одном и том же доме, вот один подъезд идеальный, второй подъезд, ну, не очень, скажем так, мягко говоря, идеальный. А вот этажность имеет значение, она стоимость вообще влияет, и как сейчас вообще люди, какие этажи выбирают у нас все-таки, статистика о чем говорит? Ну, основная масса выбирает средние этажи, но есть люди, которые люди в возрасте, например, нижние этажи выбирают, но желательно не выбрать рядом домофоном, например, там шумно все равно. И некоторые выбирают последние этажи, чтобы, ну, сверху сидеть, далеко глядеть, заказы смотреть. А если о частном доме говорить, сделка как-то отличается вообще с недвижимостью, именно частный дом, многоэтажный дом? Ну, тут почти одно и то же, только земельный участок там дополнительно имеется, и тоже расположение, как именно подъезжать туда, дорогу смотрят. А вот самые популярные районы, где у нас граждане хотят вообще проживать? Ну, желательно, все выбирают рядом со школой, где дети учатся, и в садик, с работой, а так на экологическое состояние дворовых территорий как-то особо не обращают внимания, на самом деле все это имеет тоже большое значение. То есть уже нет такого стереотипа, что обязательно нужно жить в центре, это, может быть, пусть будет ближе к окраине, за то, чтобы была школа, больница, все доступные коммуникации. Да, и сейчас вот 203-й квартал, например, строят, там, по идее, новый квартал, очень удобный должен быть, и некоторые дома там даже я бы тебе пересмотрел. Большое спасибо, Олег, за то, что рассказали, поделились такой ценной информацией. Дорогие гости, дорогие телезрители, если вы хотите разместиться на нашей афише, пожалуйста, просим внимания, звоните нам по телефону 420088, мы обязательно поможем поговорить на вашу тему. Если у вас очень интересные, актуальные темы, мы будем рады видеть вас на нашем проспекте, где всегда тепло, весело и забавно. Ну, на этом я должен сказать, что время, наше время в эфире, к сожалению, заканчивается. И остается добавить только одно, что это была программа «Проспект. Весна», которая продолжит свою работу завтра. Смотрите нас завтра в 12.30. У нас, как я сказал, каждый день будут новые ведущие, новые гости. Все будет интересно, жарко, солнце, весна, проспект. Всем доброго, увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok